Всех вас, дорогие братья и сестры, сегодня в праздник Пятидесятницы, в день рождения нашей с вами Святой Церкви, поздравляем с Днём Пресвятой Троицы. Все, кто сегодня сподобился причаститься святых бессмертных животворящих Христовых Таинств, поздравляем с этим великим и радостным днём в вашей жизни, когда Господь сподобил нас с вами вместе причаститься к бессмертных животворящих Христовых Таинств. Я хочу сказать, что сегодня у нас было больше 260 причастников. Это говорит о том, что народ возвращается в лоно своей Церкви, народ возвращается к главному из Таинств Святой Евхаристии. И вот сегодня, в праздник Святой Троицы, мы с вами вновь и вновь обращаемся к силе Божественного Духа, который вся немощная врачует и всё оскудевающее восполняет. Мы с вами, дорогие, должны сегодня задать себе вопрос, когда сошёл Дух Святой на апостолов на 50-й день после того, когда Христос воскрес, и через 10 дней после своего вознесения апостолы просветились, они получили дар говорить на других языках для проповеди Евангелия. И вот что очень важно, именно сошествие Духа Святаго на апостолов, это есть рождение нашей Церкви, потому что до этого это была община, а Церковь, в которой стал действовать Дух Святой, это как раз та самая сионская горница, которая приняла эту великую благодать в сошествии Духа Святаго в виде огненных язык на апостолов, которые продолжили дело не только проповеди, но и совершение Таинств Божиих. Вот почему в других храмах и церквях, которые называются церквями, но не являются преемниками этой Церкви, Святой, Соборной, Апостольской, Духа Святаго нет. Вот почему святые говорили, если ты приходишь в какой город, не просто спрашивай, где здесь Церковь, или где здесь Дом Божий, потому что и нечестивые еретики осмеливаются называть свои вертепы домами Господними, а спрашивай, где Святая, Соборная и Апостольская Церковь, которая для всех нас является Матерью. Вот как мы должны относиться к внимательному отношению к церковной жизни. И давайте, давайте сегодня, дорогие, представим, а что было бы, если бы не сошел Дух Святой? Значит, апостолы не получили бы той силы проповеди, не было тех таинств, которыми совершаются Церкви и укрепляются христиане. Представим только себе, не было бы ни крещения, которым Господь дал апостолам крестить, а потом при рукоположении передали эту благодать Духа Святаго на апостолов, священников сегодняшних, епископов, которые Духом Святым совершают таинства церковные. Если бы этого не было, у нас бы не было с вами причастия, потому что Духом Святым всякая душа живится и чистотою освящается. Вот почему мы с вами должны читать чаще эту молитву, «Сердце чисто, созижди во мне, Боже, и Дух прав, обнови во утробе моей». Мы с вами, крещенные христиане, получившие дар Святаго Духа во время крещения, должны обязательно позаботиться, чтобы не потерять этот дар. Я совсем недавно прочитал у одного подвижника благочестия замечательное выражение. Чем выше дар от Бога, тем страшнее его пренебрежение. Вот если мы с вами получили такой дар от Бога, Духа Святаго, который укрепляет, который помогает, который дает нам силы, а мы его не ценим, мы его теряем. И человек, который перестает ходить в церковь, который перестает молиться Богу, который перестает читать Евангелие, который перестает жить по евангельским заповедям, которые оставлены Христом через божественные откровения Господа нашего Иисуса Христа, он эту благодать теряет. И человек становится плотским. Ему все больше нравится просто развлекаться, просто делать то, что ему хочется, да и не хочется ничего делать духовного, потому что Дух Божий за его пренебрежение отходит от такого человека, и он становится безблагодатным. Все в нем есть – страсть, грек, желание, измена, пороки, но Духа Божия, Духа Святаго нет в таком человеке. Вот почему и батюшка Серафим Саровский старался приходящих к нему советовать – стяжи Дух Божий, Дух мирен, и тысячи спасутся вокруг тебя. А если ты не стяжаешь, то есть не приобретаешь, не заботишься о том, чтобы приобрести, а самое главное – и даром тебе данный при крещении Дух Божий сохранить, то ты его теряешь. И тогда ни на кого не обижайся, что у тебя так одиноко, так пусто на сердце, что тебе даже жить порой не хочется, потому что ты потерял то, что получил, и утрата этого дара гораздо тяжелее, чем его дар, который мы с вами должны, дорогие, хранить. И вот сегодня мне хотелось бы посоветовать не только его не терять, но и умножить. Задача христианина – не просто получить, как тот, помните, нерадивый раб, который получил два таланта и зарыл его. Ленивый раб и лукавый, в малом ты был неверен. Вот поэтому мы не должны быть этими лукавыми рабами, получив дар Духа Святаго, мы должны его умножать. А как? Вот умножать дар Духа Святаго мы, дорогие, должны по тем дарам, которые указаны святым апостолом Павлом в его послании. Дары Духа – это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот по этой лестнице мы должны, восходя, нести людям и радость веры, и мир, и воздержание от своих пожеланий, и страстей. Нам очень многого, чего хочется. Но воздерживаясь, мы тем самым приобретаем, укрепляем и умножаем в себе Духа Божия благостью, милосердием, любовью, радостью, которую мы будем делиться. Мы умножаем Духа Божия в себе и вокруг себя. Вот к чему призывал Батюшка Серафим. Стяжи Дух Свят, Дух мирен, и тысячи будут радостны вокруг тебя, спасаясь. Как хорошо быть с человеком рядом, который не только не боится, который не только не унывает, не ругается, не отчаивается, а наоборот еще скажет несколько добрых слов, которые вдохновляют другого человека. И это духовный человек, человек, у которого радость в сердце, невзирая, что вокруг все плохо, все рушится, все погибает. А у верующего человека должна быть радость на сердце, потому что радости вашей, которую дал Христос нам, Он сказал, никто не отнимет у вас, если радость ваша духовная не о съеденном, не о купленном, не о приобретенном, а о духовно вымоленном, о том, что мы получаем даром в церкви, это святое причастие. Вот почему, дорогие причастники, сегодня, все, кто был сегодня на службе, и те, кто смотрел сегодня нашу службу, и те, кто приходит в храмы, в другие, давайте будем беречь в себе благодать Духа Святаго, которая сошла на апостолов, через преемство апостольское передавалось до сегодняшних священников, которые, Духом Святым, совершая таинство, приобщают нас, и этим Духом Святым всякая душа оживляется, оживотворяется, получает силу от Господа, и потому не считает ее своей, а божественной силой, даром божественным, он даром дается, но за этот дар мы понесем, дорогие, ответ. Вот почему умножайте любовь, умножайте радость, умножайте милосердие, умножайте вокруг себя благость, умножайте вокруг себя веру, читайте, рассказывайте о вере, о Христе, Боге нашим, другим, и утешайте людей, потому что Дух Святой это Дух Утешитель. Поэтому мы должны в самую трудную минуту не подавать пример отчаяния, пример опускания рук и ослабленных колен, потому что те, которые хромают, увидят нас коленями расслабленными, что делать будут, как призывает к этому царственный Соломон. Давайте мы не хромать на колени в веры, давайте восклонимся, как зовет нас Христос в своем Евангелии, и когда увидите все происходящее, восклонитесь, христиане, и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Дорогие мои, я еще раз хочу поздравить вас с праздником Святой Живоначальной Троицы. И хочу всем вам посоветовать всю эту неделю, а всю неделю до субботы по празднству праздника Пятидесятницы. Поймите суть, что мы сегодня празднуем. Если бы не сошел Дух Святой, и праздновать нам сегодня было бы нечего и негде, мы с вами были бы рассеяны по лицу всей земли и не знали ни цели, ни смысла своей жизни. Но Дух Святой ведет своих ко Христу, ко Второй ипостаси Святой Троицы. Вот почему Бог всегда любит Сына, Сын всегда любит Духа и Отца, и эта любовь в трех, едино. И мы должны, дорогие, в единстве, любви и мира, жить и помогать тем, кто этого мира не имеет. Я хочу попросить вас вот всю эту неделю до отдания праздника, кроме всех ваших обычных молитв, которые вы читаете, читайте, пожалуйста, молитву, сердце чисто созижди во мне, Боже, и Дух прав, обнови во утробе моей. Едете, готовите, стоите, ожидаете, работаете, вспомнили, проснулись, спать ложитесь, особенно эту неделю, по празднству рождения нашей церкви, Духа Святаго прославляйте. Сердце чисто, Господи, созижди во мне, и Дух прав, обнови, потому что во мне Он всячески охлаждается. Я веду себя так, что Он устраняется от меня, не потому что Он такой отходящий, а наоборот, что я грешу, забываю, молюсь мало, мало к Тебе приобщаюсь, но Ты, Господи, не отвержи от меня Духа Твоего Святаго, а укрепи меня на моем жизненном пути. Вот почему будем молиться нашим небесным заступникам, чтобы и мы с вами могли пройти этот путь достойно, и когда подойдем к его завершению, могли бы сказать, вот, Господи, я и дети мои, которых Ты дал мне, будем сами идти и за собой вести к Богу своих родных и близких, и пусть Господь благодатью Духа Святаго поможет всем нам на этом царственном, спасительном пути. Благодать Господа нашего и Иисуса Христа, и любовь Бога и Отца, и причастие Святаго Духа да пребывает со всеми вами. Аминь. С праздником, дорогие! Храни всех вас Христос! С праздником, дорогие! Продолжение следует...